Я приехал сейчас смотреть отель Ханзар, который находится прямо на берегу пляжа Бакут и прямо совсем рядом с Fisherman Village. Можно сказать, что Fisherman Village, рыбацкая деревня, находится прямо за стеной. Номера здесь исключительно только номера, все номера с видом на море. Стоимость номеров начинается примерно от 130-140 долларов в сутки в зависимости от сезона и категории номеров. Депозит в отеле есть, вернее он условный, то есть вам нужно дать карту, они заблокируют 1 бат. 1 бат и все, больше ничего блокироваться не будет. Ну что, пойдемте посмотрим отель, потому что, если честно, я его не смотрел очень давно. После того, как у меня гости, которые здесь отдыхали, они сами его забронировали и прям были очень недовольны. Мы даже съехали с отеля, потому что я заходил к ним в номер, смотрел, у них там была что-то обвалившаяся какая-то штукатурка, проводка барахлила постоянно, то есть были какие-то проблемы. Ну посмотрим, что изменилось с тех пор. Давайте проинспектируем весь отель. Первую категорию, которую я смотрю, это Севью Кингбет. Ну есть Севью Твинбет, где две раздельные кровати. В общем, всего в отеле 4 категории, но они почему-то 4 ставят этот обычный номер с двумя раздельными кроватями, но он точно такой же. Итак, отелю 9 лет, реноваться здесь не было, но они делают, что-то подкрашивают, что-то подделывают ежегодно. Технику заменили, говорят, поэтому я вот смотрю, вроде все нормально. Севью, то есть все номера здесь с видом на море, потому что так расположен отель. И видите, это в самой простой категории даже какой большой балкон. Балкон с видом на море. Но стройку я слышу. Вот соседняя стройка, строящийся комплекс. Когда выходишь, слышим, в номере балкон, в принципе, плотные окна, но все равно. Не знаю, как. Сейчас просто может быть тихие работы какие-то ведутся, но не знаю, как другой пятак и стекло. Ванная комната. Ванная комната здесь такая интересная. С таким вот душем, большим. Двумя душами. Двумя душными лейками, но в ней прям даже прикольно сделано. Интересный номер, интересный. Категория номера называется Севью Эксель. Он действительно Эксель огромный. Я даже не знаю, что вам сейчас, куда бежать, что вам показать. Ну, давайте начнем со спальни, которая плавно перетекает в ванную комнату. Ну, этот номер на первом этаже. Но они вообще есть на всех... Все категории есть на всех этажах. То есть не только на первом. Как выглядит кровать? Огромная. С балдахином. Я люблю такие кровати. Ванная комната здесь типа модерн. Ванна, верни. Еще здесь точно такая же душевая, но это, кстати, не знаю, может выливаться вода отсюда, мне кажется. Брыгать снаружи, потому что лейка слишком близко к выходу. Но это мелочи. В остальном-то, в принципе, все очень даже добротно. Туалет, ванная комната. Здесь вот ванная комната. Тут получается вообще такое единое пространство. Туалет, слава богу, отдельный. Ванная, спальня, все единое пространство. И посмотрите, какой огромный балкон. Также с видом на море. Шикардос. Стройку слышно. Стройка еще длится как минимум, наверное, год. К концу следующего года, скорее всего, должны закончить. Попробуем закроем. Двери слышно. Ее линия. Ну, вроде не слышно. Да, вроде бы не слышно. Ну, значит, стройка, в принципе, уже так не критична. Ну, вот стройка, она вот, она идет. Но, в принципе, она уже так близится к таким, серьезная работа близится к завершению. То есть, я думаю, что к высокому сезону здесь уже какие-то шумные работы не будут слышны. Поэтому, в принципе, можно и рассматривать Канзар как место для отдыха. Ну, и последняя категория – это номер CV Beachfront. Он точно такой же, как XL, но просто расположен прямо напротив пляжа. Давайте я вытащу камеру, чтобы лучше было видно. Вот, стройка, правда, здесь также еще лучше слышно, но это временно. Ну, а в остальном номер абсолютно точно такой же, как и показывал предыдущий CVXL. То есть, все так же. 74, по-моему, квадратных метра. Единое пространство, душ, ванная. Хотя нет, немножко различается. Там по-другому ванная комната была, но... Хотя не особо-то сильно. Все равно единое пространство получается. Можно я здесь останусь жить на балконе? Ну, территории у отеля, как видите, нету. То есть, вся территория, она находится вот здесь, возле бассейна. Есть бары, ресторан и пляж. Вот он, через вот эту вот дорожку. Ну что, я посмотрел отель. Отель изменился в лучшую сторону. Ну, никаких вот этих... Того, что я видел раньше. Там, то, что я вам рассказал с проводкой, с обвалившейся штукатуркой. Всего этого нету. Номера произвели хорошее впечатление. То есть, за ними действительно стали следить, смотреть. И прям каких-то огрехов я не увидел. Единственное, что мне в отеле не нравится, это вот зона отдыха, да, перед бассейном. Потому что прямо напротив меня дорожка, по которой вот даже сейчас проедет машина. То есть, она проезжая часть, проезжая пешеходная часть. Да, тут как бы не так много ходит, не так много ездит, но все равно ходит и ездит. И, ну, не знаю, как вам, мне, как-то я чувствую себя, как на витрине магазина. Если я здесь лягу, себя как-то неудобно. Я понимаю, когда на пляже передо мной проходит, ну, еще ладно. А когда передо мной проезжают постоянно или проходят люди одетые, как-то некомфортно. Но если у вас нету таких проблем, как у меня, то почему бы и нет, остановиться здесь можно. Расположение хорошее. Fisherman Village прямо вот за стеной, простройку я вам показал. По идее, она должна закончиться уже. Да и вот даже сейчас время у нас 12 часов дня, хотя может быть обед. Но ее все равно не слышно. То есть, периодически какие-то работы идут. Но я думаю, вот еще раз повторюсь, до декабря, мне кажется, все шумные работы закончатся. Лежаки на пляже тоже есть, но почему они их не выставляют в полной мере, я так и не понял. Мне менеджер так и не объяснил, почему они не выставили их все. Странно. Ну, может, какие-то есть запреты. Не знаю. Ну, а так, отель прекрасен. Я бы вот с удовольствием остановился в бич-фронт, потому что вид на море прям бомбический. Да, и бич-фронт, он получается только в одном корпусе. Здесь у нас ресторан и номеров здесь нет. В бич-фронт получается у нас раз, два, три, три номера всего. И хочу напомнить, что бронировать отели я могу по всему Таиланду, не только по Самуе. Поэтому, если вы планируете отдых в Таиланд, обращайтесь, чтобы не ошибиться с выбором отеля, потому что я вам подберу вариант, тот, который подходит непосредственно вам. Ну, и как дополнительный бонус, цены мои ниже, чем на booking-сайт. Поэтому обращайтесь, буду рад помочь.